Привет, дорогие друзья! Я рада снова видеть вас на своем канале. Сегодня я бы хотела поговорить с вами о 7 причинах и предрассудках, которые часто являются камнем преткновения на пути к освоению английского языка. Я очень надеюсь, что это видео поможет вам их преодолеть и достичь желаемого. Если вам интересна эта тема, пожалуйста, продолжайте смотреть это видео, и если оно вам понравится, не забудьте поставить лайк. Приятного просмотра! Распространенная ситуация. Когда-то вы уже пытались выучить английский язык, но вам было смертельно скучно. Вам приходилось заниматься по старым унылым учебникам, пересказывать скучные топики вроде И вы решили, что английский это скучно. Когда-то эти скучные учебники действительно были единственным способом выучить английский язык. Но сейчас на дворе 2019 год, и теперь благодаря интернету способов выучить английский язык стало гораздо больше. Игры, фильмы, песни, влоги и даже мемы на английском помогут вам расширить словарный запас. Грамматику можно освоить, смотря соответствующие видео на YouTube. Об этом я, кстати, подробнее рассказывала в видео о том, как выучить английский язык самостоятельно. И теперь, обладая неисчерпаемым источником информации, вы сами можете строить свои занятия. Вы сами себе хозяин, и если вам скучно, все в ваших руках. Так исторически сложилось, что нас с самого детства с кем-то сравнивали. А вот Маша домой пятерку принесла, а ты что? У всех, конечно, было по-разному, но я уверена, что каждый так или иначе с подобным сталкивался. И таким образом в наших головах зарождается привычка сравнивать себя с другими. Плохая привычка, которая мешает нам расти. Она сильно нас демотивирует. Когда мы видим, что у кого-то получается что-то лучше, чем у нас, многие из нас думают, ну, значит, я недостаточно умен, у меня нет способностей, ведь у него-то получается, а у меня нет. Кого-то это заставляет работать усерднее, но большинство людей, к сожалению, опускают руки и бросают начатое на полпути. Но, друзья, постойте, у каждого из нас свои возможности. В чем-то мы сильнее, в чем-то слабее, и это абсолютно нормально. По сути, нет никакой предрасположенности к языкам. Есть хорошая память и заинтересованность. Вероятно, у кого-то может быть хорошая память, но ведь и вы можете ее развить. Все в ваших руках. Поэтому, друзья, пожалуйста, ни с кем себя не сравнивайте. Сравнивайте свои результаты. Те, что были год назад и сейчас. И таким образом вы увидите результаты своего труда. И это будет вашей лучшей мотивацией. Для взрослого населения проблемы часто становятся возраст. Я слишком стар для всего этого дерьма. Ведь говорят же, что дети впитывают знания как губка. А если тебе за 40, то можешь уже даже и не начинать. Все равно ничего не запомнишь. Но на самом деле это довольно поверхностное суждение. Ведь каждый возраст, по сути, имеет свои преимущества и недостатки относительно изучения иностранных языков. Например, в детстве мы быстрее перенимаем акцент и запоминаем новые слова. А как взрослые мы усидчивее и внимательнее. Мы обладаем такими важными навыками, как грамотность и умение систематизировать информацию, что просто необходимо при изучении иностранных языков. Более того, взрослый человек знает, чего он хочет. Следовательно, он более мотивирован. А уж мотивация это то, что играет ключевую роль при изучении иностранных языков. Ну а что касается памяти, то новые слова трудно запоминать только в начале обучения. Причем всем, вне зависимости от возраста. И по ходу изучения английского слова будут запоминаться все легче и легче. Так что, друзья, возраст это не помеха для изучения английского языка. Так что дерзайте! Некоторые, наоборот, опрометчиво относятся к изучению английского как к чему-то пустяковому. Ведь куда ни посмотри, везде мелькают заголовки. Английский за месяц, английский за неделю, английский за три недели и так далее. И спустя месяц занятий человек видит, что он не продвинулся так далеко, как хотелось бы. И вследствие этого опускает руки. Но в действительности за такой короткий период можно выучить только разве что самые-самые азы и пару каких-то разговорных фраз, не более. Помните, что изучение английского это цель долговременная. И если вы хотите поставить все же временные рамки, то сделаете вашу цель более конкретной. То есть не выучить английский за один месяц, а, допустим, за три месяца пройти учебник по грамматике уровня элементари. И тогда вы не будете разочарованы. Современные реалии таковы, что человеку катастрофически ни на что не хватает времени, в том числе и на английский. Но у меня для вас хорошая новость. Для изучения английского важна не длительность занятий, а их регулярность. Лучше заниматься каждый день, но по полчаса, чем раз в неделю сразу три. Согласитесь, найти 30 минут в день при желании может каждый. В конце концов, вы прямо сейчас смотрите YouTube. И поверьте, при условии регулярных занятий результат не заставит себя ждать. Иногда бывает сложно найти мотивацию. Вы не собираетесь жить, работать, учиться за границей. У вас нет иностранных друзей. Однако вы все же хотите выучить английский, но боитесь, что за ненадобностью он забудется. И получится так, что вы потратили время впустую. Но на самом деле, начав изучать английский язык, вы и сами в какой-то степени поменяетесь. Круг ваших интересов тоже расширится, и, возможно, в какой-то момент вы захотите провести отпуск не где-нибудь в Турции или Таиланде, а там, где вы сможете попрактиковать свой английский. Что же касается мотивации, то я поделюсь с вами советом, который когда-то сама где-то услышала. Или прочла. Закройте глаза и представьте ситуацию, в которой вы с кем-то непринужденно говорите на английском. Вы улыбаетесь, шутите, вы счастливы и довольны собой. Почувствуйте, как вы уверены в себе в этот момент. Вам понравилось то, что вы только что представили. Пусть это ощущение и будет вашей мотивацией, вашей целью, к которой вы будете стремиться. Также хотелось бы отметить, что более 50% всей информации в интернете на английском языке. Поэтому, если вы знаете только русский язык, то вы сильно ограничиваете свои возможности получения информации. Также для мотивации советую прочесть вам книгу Джека Лондона, которая называется Мартин Иден. Это во многом автобиографическая книга о человеке, который сделал себя сам, выбравшись из самых низов. Он с завидным упорством занимался самообразованием, несмотря на все преграды и лишения, которые подкидывала ему жизнь. В общем, эта художественная книга, на мой взгляд, вдохновляет больше, чем многие книги по мотивации. И да, я имею в виду именно то рвение, с которым Мартин Иден постигал науки, а не концовку. И завершу я список, наверное, одной из самых распространенных ошибок из тех, что я только что назвала. Итак, распространенная ситуация. Человек решает, что ему нужно выучить английский язык, но он не хочет заниматься самостоятельно, или у него просто нет времени на это дело, и он нанимает частного репетитора. И получается следующее. Он с переменным успехом посещает занятия, делает домашку через раз, но при этом средства тратятся немалые. И таким образом у человека появляется иллюзия, что он что-то делает для того, чтобы улучшить свой английский. И в какой-то степени это действительно так, ведь что-то на занятиях он все-таки заполнит. Но платит он не за что-то, а за вполне определенные результаты, которые он ожидает увидеть спустя энное количество времени. И, конечно, спустя это время человек начинает подсчитывать потраченные средства и сопоставлять их с полученным результатом, и понимает, что что-то тут не так. Но дело в том, что репетитор, по сути, он может только дать вам информацию и помочь ее закрепить. Но в целом успех зависит от того, сколько вы сами вкладываете сил в изучение английского языка. Причем именно сил, а не средств. Репетитор, по сути, как тренер. Он показывает вам, как делать правильно, а штангу тягать все равно вам. Поэтому, друзья, на репетитора надейтесь, но и сами не плашайте. Итак, это были 7 причин, которые мешают вам выучить английский. Напишите, пожалуйста, в комментариях проблемы, с которыми сталкивались лично вы при изучении иностранных языков. По традиции, я желаю вам успехов в освоении этого прекрасного языка. Я уверена на 100%, что у вас все получится. Итак, до скорых встреч. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok